Там прям не одна компания, там по три собираются компании, молодежь. Никто говорить им не может, потому что люди боятся. Проходят мимо люди и боятся здесь идти. Детей боятся спускать одних. Мы не знаем, как бороться со свалкой. С таких слов начался наш разговор с жильцами нескольких домов по улице Розы-Люксембург. Рядом с домами спортивное поле бывшей школы номер 14. Ныне здесь школа искусства номер один. После того, как учебное заведение закрыли в 2014 году, поле оказалось ненужным. И уже в 2015-м этот земельный участок был поставлен на кадастровый учет как частная собственность, отведенная для многоэтажной застройки. Эта история, кстати, чем-то напомнила распродажу спортивных полей у школ номер 10, 4 и 6. Но сейчас не об этом речь. На этом поле пока никто ничего не строит, но и спортом дети здесь заниматься не могут. Мусор не убирается здесь. Было один раз, что мы своими силами убирали. Но каждый год такую большую территорию мы бессильно убирать. Потому что все-таки здесь нужен вывозить и транспорт, и все-таки мусорные пакеты, принадлежности. Эти груды мусора появились здесь не случайно. Присмотра за спортивным полем нет. Поэтому этот укромный уголок стал центром притяжения для социальных личностей со всего района. Этим и объясняется наличие огромного количества бутылок, разбросанных по всей территории. Распитие, как говорится, спиртных напитков, это за собой, конечно, не убирается, не выносится. И мы, конечно, делали замечания, но все безрезультатно. Эти живописные мусорные пейзажи наблюдают из окон ученики школы искусств. Однако почему-то в администрацию района с просьбой ликвидировать свалку или обязать сделать это собственника участка, обращаются жители ближайших домов, а не руководство муниципального учреждения. Но поскольку реакции от администрации на заявление не было, люди были вынуждены обратиться на наш канал и к своему депутату. Сейчас это поле находится в собственности Балспецстроя и ожидается у него то, что он будет здесь строительство делать, но, как видите, то, что он не следит за своей территорией. То есть у него фактически здесь просто свалку, он туда мусор приносит, вообще шифер какой-то, бутылки. Постоянно здесь пьют уже, получается, люди всякие разные. То есть ответственность собственника не несет за свою территорию. Будет депутатский запрос сделан, именно почему здесь такое происходит. Мы будем привлекать собственника, чтобы он начал заниматься делом. Пока мы беседовали с жителями, на поле появилась и руководитель отдела по связям с общественностью администрации, которая узнала о съемке сюжета и прибыла для оценки масштабов проблемы. И хочется надеяться, что после огласки вопрос о ликвидации несанкционированной свалки начнут решать в ближайшее время.